По словам инспекторов, поводом к остановке автомобиля Форд послужила неуверенная манера управления. К тому же, завидев экипаж, водитель машины заметно смутился. Патрульные говорят, надо отдать должное автомобилисту требованию об остановке, тот подчинился беспрекословно. Опасных гонок по дворам на этот раз удалось избежать. Инспекторам ГИБДД на улице Инглютина сегодня показалось странным поведение водителя Форда. И они приняли решение остановить транспортное средство. При остановке транспортного средства и общении с водителем, от водителя исходил запах алкоголя и были признаки алкогольного опьянения. Водитель согласился пройти освидетельствование. Мужчина в присутствии понятых продувает алкотектор. Близится момент истины. То есть понятый результат 888 мг на литр. Соответственно, установлено состояние опьянения у водителя алкогольного. По словам полицейских, такой результат приблизительно соответствует бутылке крепкого алкоголя. Наш главный вопрос водитель оставил без ответа. Как же вышло, что нетрезвые, поехали вы. Как выяснилось, после повод выпить в этот день у мужчины был и весьма веский. Супруга родила ему дочь. Час 20 ночи. Да, я ее ответ сегодня родила. Девочка. Давай минут через 15 перезвони, поболтай. Однако садиться за руль под шофе, говорят инспекторы, счастливому отцу все же не следовало. Тем более, что это правонарушение он совершил повторно. А стало быть, попал под уголовную статью. Дело ведет орган дознания заводского райотдела. Еще одно огорчение. Машину, лишенному прав водителю, не отдадут. А передать ее на ответственное хранение некому. И тут автомобилист прибег к самому избитому приему из тех, что в ходу у водителей под градусом. Если мне машину не отдают, я сразу звоню в прокуратуру своим ребятам в Москву. Мы можем сейчас туда позвонить. Что от этого изменится? Я действую по закону, мне бояться нечего. Мы должны сами были думать об этом, когда садились пьяные за руль. Эвакуатор вывез автомобиль на штрафстоянку. Правонарушителя ждет суд. Наказанием за проступок может стать крупный штраф, обязательная работа и даже лишение свободы. Иван Суверин, телеканал Первый областной. Что больше не дай вам, да?